Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Славен человек трудом в педагогическом колледже чествовали ветеранов труда. Неосторожное обращение с огнем при курении привело к пожару в многоквартирном доме. Стартовала акция ГАИ «Внимание детям». Теперь на эти темы более подробно. В актовом зале педагогического колледжа собрались люди разных профессий и поколений. Здесь состоялось мероприятие под названием «Славен человек трудом». Торжество учащийся и педагогический коллектив колледжа посвятили ветеранам труда района, которые имеют различные государственные награды. Открыл мероприятие председатель районного совета ветеранов Вячеслав Георгиевич Попов. Долгие годы Вячеслав Георгиевич работал начальником Речевского районного узла связи. Он имеет государственные награды, в том числе и почетное звание мастер связи Республики Беларусь. В своем приветственном слове Вячеслав Попов подчеркнул, что место проведения мероприятия – педагогический колледж. Выбрано не случайно. Профессия учителя – одна из самых важных на земле. То, что принес учитель в душу человека с самого его начала жизни – это воспитатель, это нянечка, это первый учитель, это классный руководитель, это преподаватель техникум училищ, колледжи, институтов, то человек и проносит на своей жизни. Поэтому профессия учителя – самая главная профессия на земле. Что учитель создал, тем люди и живут. По предложению Вячеслава Попова, присутствующие в зале почтили минутой молчания память первого директора Речевского педагогического колледжа Владимира Ивановича Робинка. Выступая перед собравшимися в зале, директор педагогического колледжа Людмила Егорова отметила, что у каждого приглашенного на торжество гостя своя история профессионального успеха. История педагогического колледжа – это судьба многих поколений людей, творческая биография большого сплоченного коллектива, благодаря которому в 1991 году был открыт колледж. Вспоминая прошлое, опираясь на настоящее и задумываясь о будущем, коллектив колледжа следует богатым традициям, использует накопленный опыт и применяет новые технологии в подготовке кадров. Наш колледж – это единственное учреждение в Гомельской области, которое осуществляет подготовку учителей иностранного языка со средним специальным образованием. С 2016 года открыта подготовка по специальности дошкольное образование. Многое изменилось с годами, задачи, приоритеты, подходы в работе, но неизменно мы остались в нашем коллективе энергия, творчество и желание совершенствоваться. Педагогический коллектив колледжа «Сегодня» – это 400 учащихся и 46 преподавателей, из которых 86% имеют высшую и первую квалификационную категорию. В колледже работают два кандидата педагогических наук. С гордостью можно отметить, что каждый четвертый преподаватель колледжа «Сегодня» – это наш выпускник. На сцену приглашены ветераны труда, те, кто прославлял Иречевский район в разные годы своими трудовыми победами. Вячеслав Николаевич Мороз – педагог с 50-летним стажем, работал директором школы. Около 40 лет Вячеслав Николаевич – депутат Караватического сельсовета и возглавляет ветеранскую организацию предприятия «21-й съезд КПСС». Валентина Александровна Сергеева – педагог по образованию, учитель истории и обществоведения. Много времени уделила созданию в школе музея боевой славы, сохранению и вековечению памяти павших героев. В настоящее время Валентина Александровна возглавляет первичную ветеранскую организацию Васильевского гурсовета. Ветераны педагогического труда обратились к будущим учителям с напутственными словами и выразили надежду, что молодое поколение станет достойной сменой. «Всегда стремимся к тому, чтобы прививать детям доброту, чтобы вырастить нормальных, добросовестных людей труда. И мне не стыдно сейчас стоять за желанием, потому что очень много людей было и последовательной моей работы, много педагогов со школы мышцы, и работают в нашей школе караматистской. И по жизни мне пришлось очень долго работать. И вот на сегодняшний день, являясь председателем Сельского совета, исполняю обязанности зампредседателя Сельского совета на протяжении очень долгого времени. Уже даже и не помню, когда мы избрали заместительного председателя. И сейчас продолжаю работать. Правда, это бесплатный труд. Денег на выражение. Но за то, что я с людьми работаю, это дает мне зараду, бодростью. Очень приятно видеть и встречаться с молодыми, красивыми людьми, от которых зависит будущее нашей страны. У каждого поколения видна своя история, свои задачи. Так вот, перед поколением 21 века уже материальный план создан достаточно. Ваша основная работа – это интеллектуальная работа. От вас, от вашей работы может зависеть, какой генофонд в основном будет в нашей стране, каким будет наше будущее. Ведь вы отвечаете на очень ответственное дело воспитания подрастающего украины. Мы очень надеемся на вас и думаем, что вы оправдаете наши надежды. В рамках встречи ветераны труда отмечены грамотными благодарностями районного совета депутатов и районной организации «Белая Русь». Свои творческие подарки людям труда преподнесли учащиеся и преподаватели педагогического колледжа. Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из версий возникновения пожара, который произошел 22 мая в Речице. В 0.41 Центр оперативного управления Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что из-под двери одной из квартир многоэтажного дома по улице Светлогорское шоссе идет дым. На место происшествия чрезвычайной ситуации незамедлительно прибыли спасатели. Звеном газодымозащитной службы в одной из комнат на матрасе обнаружен хозяин квартиры. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом ожог первой-второй степени. Причина происшествия устанавливается среди рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры. Для привлечения внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей, госавтоинспекторы проведут специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Особое внимание сотрудники ГАИ уделят соблюдению автомобилистами скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Традиционно в конце учебного года стартует акция госавтоинспекции «Внимание, дети». Пройдет она с 25 мая по 5 июня. В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения. За невыполнение данного требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа до двух базовых величин. Кроме того, автомобилистам необходимо более тщательно следить за безопасностью детей-пассажиров. «Необходимо перевозить детей с использованием детских автокресел, которые соответствуют весу и росту ребенка. За нарушение правил перевозки детей водители могут получить штраф в размере до четырех базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф от двух до восьми базовых величин». Сотрудники ГАИ призывают родителей хранить ключи от личного транспорта в недоступном для детей месте, прикрепить к одежде несовершеннолетних светоотражающие элементы, постоянно контролировать местонахождение своих детей, а также не оставлять их без пересмотра и следить, чтобы ребята не играли вблизи дорог. «Нужно объяснить детям, как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть с мячом, кататься на велосипеде, роликах и самокате, а также повторить правила перехода проезжей части, проверить, правильно ли ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях». Что касается водителей, то им необходимо быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах. Салон керамической плитки и декоративных покрытий «Керамикус» помогает осуществить мечту от создания уютного домашнего интерьера до строительства крупномасштабных объектов. Недавно магазин переехал в новое просторное помещение. Сюжет на правах рекламы. Салон «Керамикус» в Речице знают многие. Его уникальность в его ассортименте. Это единственный в городе магазин, где в продаже огромный выбор плитки, ламината, жидких обоев и других декоративных покрытий. Совсем недавно салон «Керамикус» переехал и теперь находится по адресу улица Сытько, 236-Б. В магазине представлено более 400 коллекций керамической плитки разных стилей и форматов. Керамический гранит, мозаика, клинкерная плитка, шелковая декоративная штукатурка, декоративный гипсовый камень и тысячи декоративных элементов, вставки, панно, декоры, бордюры, карандаши, плинтусы, ступени, а также сантехника. Здесь вы найдете клеевые смеси, затирку для швов и керамические уголки. Вся продукция в магазине сертифицирована. Только здесь можно найти такое количество мозаики, керамической из натурального камня и стеклянной от ведущих производителей России. «Керамикус» предлагает товары производителей России, Беларуси, Украины, Испании, Италии, Германии и Польши. Последние годы популярностью пользуется паркет из бамбука. Он обладает долговечностью, устойчив к влаге и обеспечивает легкость укладки. Его тоже можно купить в керамикусе. В широком ассортименте в магазине есть белая и красная глина. Цены на продукцию в магазине имеют широкий диапазон, поэтому вы с легкостью подберете подходящий вариант. Опытные консультанты помогут вам. При необходимости сделают дизайн-проект. Если в магазине отсутствует необходимый товар, вам его закажут и доставят. Такого еще не было. Беспрецедентное предложение от компании «Пинскдрев». Скидка 20% за наличные. Торг здесь неуместен. Так называется новая акция мебельной компании. В фирменных магазинах «Пинскдрев» по адресам Светлогорское шоссе 29Г, Советское 147 и Луначарского 86 скидка 20% за наличные действуют до конца месяца. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждет прогноз погоды и новости от «Пинскдрев». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Советское 147, Светлогорское шоссе 29Г и Луначарского 86 и получайте скидку 20%. Для любителей из простоты и сдержанности подойдет диван-арена. Он без излишеств и выполнен в современном стиле. В самом диване максимально использовано пространство. В арене расположено несколько ящиков для хранения постельных принадлежностей. А для гостей вы сможете быстро разложить диван по технологии «Дельфин», затратив при этом минимальное количество времени и энергии. Обратите внимание на диван «Икар» – съемный чехол, который при необходимости можно постирать, и вместительная ниша для белья делает эту модель практичной и удобной. Благодаря надежному и удобному механизму трансформации диван легко и быстро превращается в комфортную кровать. Сидения и спинка дивана сделаны на основе пружинного блока «Баннель», «Икар» имеет прочные металлические опоры. Диван «Омега» отличает безупречный вкус, отсутствие бесполезных элементов декора и вычурной роскоши. Мебель лаконична, элегантна и практична одновременно. В этом диване все продумано до мелочей – прочный каркас, качество обработки, эргономичность и функциональность. При заказе вы можете выбрать разные варианты обивки – кожа искусственная, комбинированная, кожа натуральная ткань. Механизм трансформации французская раскладушка делает диван отличным гостевым вариантом. Мебель «Пинздреф» – это именно то, что вам нужно. Дизайнеры холдинга сделали ее практичной, функциональной и удобной. А самое приятное – сейчас вы ее можете приобрести со скидкой 20% при расчете наличными. Торопитесь, предложение действует до 31 мая в фирменных магазинах «Пинздреф» по адресам Советская 147, Светлогорское шоссе 29Г и Луначарского 86.